Что-то его мучило. Я хожу в церковь. Я хожу на молодежку. Участвую в социальных проектах. У меня друзья, верующие и неверующие, но в основном я радуюсь, потому что я здесь среди верующих друзей. Господи, у меня друзей много. Но что-то мне не хватает. Да, что-то мне не хватает. Чего-то нет. Чего-то не хватает. Не чувствуешь ли ты что-то подобное? Пробавил силовой сентябль. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Чего-то. Иисус знал, чего не хватает этому молодому человеку. Думал, что и я. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Поэтому, когда мы читаем дальше, он взглянул на него, полюбил этого молодого человека. Чего-то не хватает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища в небесах. И приходи, последуй за мною, за крест. Духи, не винди тот, что ай, белосадач, чьи я вверху кумана вечера, а пои вино, яд скруча, швыр мяса. Кто знает, чего нам не хватает? Кто знает, сколько нам не хватает? Если у тебя есть такой же вопрос, Господи, мне чего-то не хватает, я не знаю ничего. Приди к Иисусу с этим вопросом. Задай ему вопрос и будь готова слышать, что он здесь скажет. У этого молодого человека была проблема, что он думал, что он верующий, но он не служил ближним, нуждающимся, хотя Господь благословил его этих. Чем тебя сильнее Господь благословил? Чем ты сегодня можешь поделиться? Чем ты хочешь поделиться? Чем ты хочешь поделиться? Может быть, чего-то не хватает? Хоть и чего не хватает? Я не знаю чего. Но что мы чем? Иисус знает. Он уже стошает. У нас сейчас будет время для молитвы. Я хочу спросить про лето, что здесь есть? Есть ли у нас молитвенные записки? Вы слышали вчера, что есть дерево, что здесь можно записывать вашу просьбу? Вы слышали. В начале есть попак, вы можете написать рогащиные ваши, и вы получите их здесь. Вы используете его. А сейчас я хочу пригласить вас каждого Кришна. Ваимиты фейкаре на рогащиное персональное. Обратите Господи. Адресащи-вы Господи. Господи, что мне сделать? Господи, чего мне не достает? Господи, ответь мне, покажи мне. Может быть, на этом Конгрессе вы получите ответ на наш вопрос? В этом каждый лично поговорим с Богом. Выявите как хейкаре персонал, что мы поговорим с Богом. Ваимиты фейкаре. Ваимиты фейкаре. Go!! Я не Merdo! Хейкаре, Он на самом sorts d'опix. вери выпей! Продолжение следует... 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 Спасибо! Андрей! Диана! Откуда? Кагула? Кагула! Браво! Я рассказал прекрасно! Привет, Кахул! Думаешь ты? Привет! Надеемся, что у вас хорошие настроения, что у Ивана обладает! Чи не дожди, чтобы славясь для Бога при танке? Поехали! Мы приглашаем нашу группу прославление и исполнение гимна Конгресса! Мы приглашаем гимна лимба русская и лимба романная. Для этого мы будем раздражать! А что такое? Хм-хм-хм-хм-хм! Хови! А что такое? Миндикриминолог, почему он живет? Миндикриминолог, почему он живет Миндикриминолог? Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Это был Виктор Минишор. Теперь я хочу приглашать у нас, который очень важен для нас. Это говорит о Даниле Хирилиану. Аплодисменты! Добрый день! Добрый день! Как вы у нас есть? Как вы у нас есть вопрос? Когда вы уった украина, вы у вас есть фараа мустац? Я не думаю, что вы у вас есть фараа мустац. Но это идея, что вы у вас есть в первую очередь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Поспешу Мои проблемы Мои желания Истец сомненьям Души страдания Всю жизнь мою, Господь Тебе вручаю я Пусть Бог святой Ведет к меня Ты добрый мой отец А я Твое дитя В Твоих руках Укроюсь я И не одном Ищу мой Бог спасенье В Твоих объятиях Обретаю я Слезу тишенья Грехов прощенья Ты даровал мне Мир навсегда Всю жизнь мою, Господь Тебе вручаю я Пусть Дух святой Ведет к меня Ты добрый мой отец А я Твою дитя А я Твою дитя В Твоих руках Укроюсь я Укроюсь я Укроюсь я В Твоих руках Укроюсь я Амин Амин Укроюсь я 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 Укрою Укроюсь я Укроюсь я Укроюсь я Укроюсь я Укроюсь я Этот вопрос Был задан журналистом Директору Американского Конгресса Укроя Библиотеки А, Библиотеки Вы Можете ли представить И он говорит, по моему скромному мнению, кроме Библии, книга, которая может повлиять на этот мир, чтобы он стал лучшим, это книга написана американским антром, по имени, не знаю, если вы слышали, Эллен Уайт, и книга называется «Желание веков». Каждый раз, когда я читаю эту книгу, она меня на колени ставит. Там говорит Бог. Промутим. Не уходите. У меня сейчас семинар по музыке. И мы не можем начать этот семинар из-за того, чтобы спеть. Вы хотите спеть? Давайте мы выучим канон. У нас текст будет на грани. Текст будет. Здесь есть текст перед нами, вот на экране нету, да? Давайте к хору сначала спаять, да? Брат Лучан, спор, пожалуйста. Брат Лучан, спор, пожалуйста. Брат Лучан, спор, пожалуйста. Брат Лучан, спор, пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok 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 Музыка сама по себе нейтральная, и любую мелодию можно передать весть. Разную, любую весть. Можно было сюда изображать, чтобы мы не поворачивались лицом туда. А времени вы можете мне просто подсказать, там 10 минут и все. А вот показать презентацию. А брат Дульчан добавить, сколько нужно. Давайте мы дальше пойдем. Через любую мелодию можно передать любую весть. Музыка Господа. Да, этот Дорси – это Господа. А, он тот, кто изобрел музыку, которая называется Господа. Да. Второй. Другой говорит следующее, мы верим, что музыка – это нейтральная сила. Нет. Дальше. Музыка может быть считаться нейтральной с точки зрения морали. Она не греховная, но и не святая. Ее моральность определяется единством, которое она представляет. Утилитате, полезность, которая дается. Музыка, она не является добрая или хорошей, благодаря построению нот или структуры. Здесь. Да. И музыка, она хороша тогда, когда сердце личности, которое поет, есть именно Ченг. Не виновна. И она может истинно славить Господа. Вы верите вот этим всем высказываниям? Так или нет? Это так или нет? Да, со мной. Кто говорит, что да, это так, музыка нейтральная? Нет. Кто говорит, нет? Если вы сказали, да, все, нашел у вас дьявол или сажал. Это Евангелие от дьявола. Это Евангелие от дьявола. Я хочу оценить музыку, которую я здесь слышал. Очень большое уважение на мустили, который мы управляем. А сейчас мы с вами управляем в семинар Духовной музыки. Почему я говорю духовное? Я не говорю религиозное музыка. Скажите вы, пожалуйста, почему духовное, а не религиозное? Что-то означает духовное? Что означает духовное? Не плохо, но еще не хорошо. Я хочу, чтобы не существует неправильных ответов. Может быть неполный ответ. Пожалуйста. Отличие именства, суфы. Хорошо, начинай не полностью. Не полный ответ. Пожалуйста, действие ответы. Руки, пожалуйста. Музыка, которая питает Дух. Очень хорошо. Помните-вы о вопросе. Что означает духовное? Музыка, что означает духовное? Браве. Музыка, если я хотел с дуко? Да, все конлектива с дуко. А... Все конлектива с дуко? Подключается дуко. Сейчас ты за которое? Что происходит на такой моменте, человечество? Мой. Ай-ай, семинар! Возьмите здесь республику. Очень хорошо. Боги думают, или от земностей Божьих. Возьмите в речи духовную метку, чтобы показать об одной изображении. Я хочу посмотреть на изображение. Возьмите, что ни одна христианская конфессия не обладает концептия великой природы. Возьмите в речи духовную метку. И это всегда ставит нас в таком свете, что есть противостояние, есть противник. Кто борется в великой природе? Давайте, верхние ряды с этой стороны. Кто борется в великой природе? Между чем борьба? Великая природа между чем? Вынимайте ручку и отвечайте. Вернее вперёд. Я спросил не между чем, а между кем? Привет! Посмотрите. Христос. Антихристос. Антихристос. Чеа веде Христос са фака пе Памят? Са Ли интеллизе пе Ацет Памят? Че Иисус пришо чтобы сделать на этой земле де врабске, нахадеащися врабске? Ди партия ацета Иисус. Братистос са раде сверху. Са игрезе. Братистос са раде. Братистос са раде. Че амбристос са инсталите, са стабилиаске? Че амбристос установит на земле? Ааа, че не аз спаз, импаратия? Тот сказал царство. Истинитен, сматрите. Царство небесное. Че а фокут Диаволу, кааакст Памят, е у опозитие к Испаратия целуилор? Что делал Диавол, на это земле, каааа, по зцициа у Царству небесного. Адепойте, каааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Иисус. Это противоречие. Как? Это противоречие. Что это? А противоречие. Можете, я не знаю. Давайте, я вам покажу. Давайте. Вопроса не любит луна. Не любите мир. Мир. Луна. У Господа есть свои ценности, у дьявола есть свои, которые антиценности. Субтитры создавал Духу, который сейчас работает на уровне Духа, на уровне Духа. Заметьте, что Царство Небесное производится работой и влияния по средствам Святого Духа. А с другой стороны, дьявол использует его тесто, которое называется человеческая существо. Вы чувствуете, когда дьявол спрашивает вас? Он делает апель на дьявол. Он вызывает как его тесто наше плоти. Он сказал, что если вы идете на дьявол, то есть ваша. Он сказал, если я приду к вам с таким свежим сеном запахом, Андрей, Parker? Согласно? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаете, какой был предпоследний текст 1-го постания Иоанна? «Восбудте миле» «Восбудте миле» «Восбудте миле» «Весь мир находится возле» «Вои дати сеама?» «Диавол и не стипел» «Не стипит пекала» «Ил демвинесе за людя» «Илляйе» «Святой не степи, не стипи, не стипи, не стипи «Восбудте миле» «Не стипи, не стипи» Если вы не понимаете, что вы понимаете, что культуры тоже приближаются к Иисусу. Понимаете? Я был в Уганде, в Уганде. Это в Уганде? А, в Уганде, да. Я был в Уганде, в Уганде, в Уганде. Я не хотел, где-то месяц, в культуре свободного секса. Я был приглашен в университет, чтобы преподать в университет. Я был в Уганде. Очень большое количество университетов, они были больны с Пилом. Для них, культуры, когда 12-13 лет, не было. У них такая культура, что в 12-13 лет уже период. Да. Аккуратно, это очень комфортно, что существуют фете, невероятные, с пилами. Аккуратно, это очень удобно. Да, обычно можно найти девочки с людьми. Этим, когда ты идешь в Уганде, тебе нужно понимать культуре и увидеть Евангелие. Да, когда ты туда идешь, ты должен как-то понимать эту культуру, а не принимать грех. Но оттуда начинайте проповедовать Евангелие без того, чтобы служить. А как раз они использовали, почему не имеет грех, который делает это... Дум-дум-дум-дум... Разве что здесь происходит два культура, которые делают... Музикой вуду. А, музыка вуду? Правильно. Возможно, в нашу игру культуру, это умузительное возлее, что есть характер, что вы живёте. Я думаю, что мы не должны разрушать слово, но чтобы мы строили рядом хорошее что-то, и чтобы они вышли из шалаша во дворец. Дальше мы будем больше говорить, когда у нас будут вопросы-ответы. Сейчас дайте семинар. Дилемма приматы. Как вы понимаете? IQ или EQ? Дилемма приматы. IQ – это интеллект твой. IQ – это чувство. Скажите, что больше значит? У меня есть ламентабель. У меня есть ламентабель. У меня есть ламентабель. Какой вид жалкий был? Нужно не быть ламентабель. Потому что они должны быть приняты. Потому что, наверное, они не должны быть ламентами. Потому что, наверное, они так сильно... Как бы... Больше реалист, чем гуманист. Больше гуманитарист, чем реалист. Вы читали книгу Даниэла Коллимана? Называется «Эмоциональная интеллигенция». У кого есть эта книга? У кого есть эта книга? Это есть книга на румынском языке, переведенная. И это стоит почитать. В 2016 году в этой издании оно побегало статью. И оно показало, что на самом деле IQ И это только вершина айсберга. И EQ, это эмоциональная. Чтобы быть успешным в какой-то работе. И EQ не увеличивается. И Q не увеличивается. И Q не увеличивается до 9% до 20%. И Q-Айсберга. И Q-Айсберга. И Q-Айсберга. Уркалась до 45%. Уркалась до 45%. И что это значит? Вы знаете что это значит? Что именно люди эмоционально влияют на успех чего-то. На выборы успеха чего-то. Что это значит? Ура. На выборы умения. Есть разные настроения высшебные. И. Уменение, радость. Больства. Гнев. Печаль. Руст. И А тот который выясняет. Умна, именно на ротице, на суфриле. Умна, что мы управляем, такими колесами, на души. Знаете, что у нас в дирижа? Шеф-музикал, янче, он, да? Рукифер. Вы знаете, кто был руководителем в хорах, которые стоят на небе? Рукифер. Рукифер. Он знает, как он умеет, при музыке, на суфриле тэр. И он знает, как он затрагивает струны души твоей. И ИК-у, он показывает, что это важнее, чем ИК-у. Дискутаем о форте магической музыки. Дискутаем о магической силе. Чем мы скажем, что музыка может быть, что ему нравится, что ему нравится, что ему нравится. Люди говорят, что музыку можно занять в этапе. Она мне нравится, она мне нравится. Я не могу сказать, что ему нравится. Давайте я вам расскажу один, Анастасия. Иван сансурат Марфа. Иван сансурат Марфа. Марфа любит Иван. Марфа любит Иван. И она хочет сделать ему самое лучшее блюдо. И он вопица в стране, где он делает. И я дам деревни в каждом животе. И в селе. Ивану больше всего нравилось мамалыйг с молоком. И после первого обращения, при первом отделе помолыку с молоком, Иван возвращается с поля, Иван сидит за пушет, и тебе нравится? Да, да. Что-то не хорошо, что-то не так. А воори, мы делаем снова. И снова мы делаем еще раз. Мы делаем такое время мягкое молоко. Тебе нравится? Да, но не как у мамы дома. И четыре-пять разы на пробу, но все стараются очарованы. Мы делаем, что-то не так, что-то не так. И однажды мы делаем, что-то в бар. Лишь туда. Нет, я и лижу. Все придет. Лапте лезть. Берем молоко. Маменька куда? Попадай. Попадай. Маменька с таким молоком. Приходит Иван домой. Попадай. Идет. Пробует. О, классно. Попадай и добро. Попадай. Еще, еще давай вкусно. Какой попадос тогда вкус. Попадос. Попадос. Идите. Густурие сельманса. Видите. Вкусу можно научиться через мат примавара, кто курит однажды, первый раз. Иди сюда! Давай-давай, Тима! Аминь? Как тебя зовут? Думит! Здорово! Аминь! Сколько ты будешь в жизни? Сколько ты будешь в жизни? Когда? Когда начало? 14 лет! Ты помнишь? Ты помнишь, когда ты собираешь сигарет? А после пуговы? А хорошая была? Да! Какой была? У кого-то на самом деле? Фальт! Ужасные пусты! У меня закружилась голова. Возьмите, что у меня нет! У меня закружилась голова. А какого дыма? Нет! И какого дыма не жило? Да! Ком-то точнее! Да, зачем? Ком-то лучше не жило! Ком-то ночнее! Си ультипали в горфеусе! А в Аминь, что жаком последним было? Фальт! Очень приятно было! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... ...выше... ...выше... ...и в нём в миске, ...и в сухарах. Да, иногда, ...ко встал, ...выше... ...как встал в пусту, ...сигареты... ...и курил, ...и встал. Как встал к чему-либо, ...существует... ...коразник... ...существует... ...как встал... ...такое случилось, ...что-то вот такое... ... ужасное, ...нехороше, ...неприятное, ...что, каждый самоприятный. Вы видите, что «нравится» или «не нравится» не может быть критерием. У меня есть плоть, плоть греховная и грех «нравится». Но во мне есть и Дух, и Он говорит «не нравится». Вы помните аргумент Самсона? «Я, возьми!» «Она мне нравится! Возьмите мне ее, она мне нравится!» Скажите, сколько еще времени? 40-х годов. 40-х годов. 40-х годов. 60-х годов. Аминьцов. Идите, пожалуйста, фрубус! Как музика может создать ощущения, состояние, различные состояния в мне? Мой дед был учеником в Будапеште. И он сказал, что в 1925-1930, И он назывался «Печальне вкусное воскресенье». И звучало где-то так. Это хилл. Вы знаете, что случилось? Раты в церкви учителя в 73% И говорит, что правительство запретило эту песню. И самоубийство упал. Музыка делает что-то в мере. Музыка что-то происходит во мне. Программируется. Она программирует что-то. Как? Это что-то удивительное. Но нам нужно узнать эту тайну. Понять эту тайну. Что у меня здесь? Код. Код. Это код. С цифрами. С цифрами. У нас число цифр, которое мы должны выбрать. Да? И вот первое. Ян материальный. Ян материальный. Чей музыка? А что же музыка представляет собой? Сочетательство чи неба? Давайте кто-то прочитает. Вы. Да. Музыка есть в ориентации физики. Музыка – это физическая реальность. Привет, свой ругайчик. Давайте посмотрите, пожалуйста. Знаете, что вы думаете? Аааа. Что это? Энергия механика. Энергия механики. Это механически энергия. Знаете, что в первое и на второе новое новое леоней? Немцы… Юбот в сухолинер. Немцы на провorte для водка. Они смогли сделать, чтобы вот этот звук от работы двигателя превратить в энергию. Вы знаете, в каком основании работает микрофон? Механическая энергия переходит через мембрану, превращение происходит и дальше выходит звук через колонку. Музыка – это что-то субъективное. Это объективное. Потому что я материальный, и она материальная. И она влияет на меня, хочу я или нет. Музыка – это объективная реальность. Вы слышали о Гёте? Музыка – это объективная реальность. Музыка – это теория цветов. Музыка – это объективная реальность. Музыка – что цветов, как и звук, обладатель волнами, да, или... По экрану, я вижу, от инфракрасного до ультрадиолетного. И все это энергия. Существует так называемая психология цветов. Давайте скажем, что тут девушку, что происходит с пульсами? Что происходит с пульсами? До этого спокойно. Что происходит с пульсами? Синтезитика. Мы не знаем почему. Но пусть начинают почищаться. И все-таки даже цвет влияет на наше тело. Это целый курс психологии цветов. Это целый курс психологии цветов. Влигает на эндокринную систему. Музика. 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 Используя цветов. И с нагрузкой. Они имеют универсальный язык. И у них универсальный язык. А все зависит от комбинации звуков. Это доктор Джеральд Остер. Один из создателей дисциплины авангарда. В 1973 году он создал такую науку, neuroacustика. Вы знаете, что такое neuroacustика? Судетели модельны креевы. Звуки работают над мозгом, они могут влиять на наш мозг. Вы можете заплатить? Да, я включил опорат. Да. Ва руку, скажите. Мажор минуты. Мажор неакорд, минор неакорд. Смотрите, оптимизм и пессимизм. Почему музыка так влияет на меня, или к пессимизму, или к оптимизму? Видите, что музыка это объективно. Мы не можем. Вы видите, что музыка все-таки... У нее есть эффект, она эффект, да? Она влияет на нас, не нейтральная. Мажор минуты. Дальше. О, пат Really? Н antiseptic. Помидо у российского общества с внимания Н 조еональными коммерческими правами. Это в образе такой обстоятельства, с научкой сль羹 였ся OR Позитивные, хорошие на фронтальную часть нашего мозга. А дизайнерующие, они в другом месте возвращают на картинке. А это. Как есть, так происходит. А что вы видите? Да. Вы видите? Накрани видно вам что-то? Да. Диа. 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 Если бы кто-то сделал вот такой разрез в мозге, то могли бы заметить три слоя. Там лучше видно. Первый слой это чем? Лиловый. Фиолетовый цвет. Лиловый. Это зеленый следующий. И третий слой это оранжевый. Люди думают, что истинная эволюция. Они говорят, что первый слой это слой рептилий. Он отвечает за инстинкты, за реакцию, на подобие крокодила. Все. Все у нас в семье нет. Второй называется палеокортецем. Это республик. Второй называется палеокортецем. И он отвечает за емоцией нашей. И дальше называется neокортецем. А третий называется неокортецем. Скоанцем. Скоанца. Коаша. А, уже? Ра. Раа. Да, которые отвечают за мышление. Ритм, он сюда попадает? И в системе лимбик, мелодия акционирует здесь. В то время как? В то время в неокотеку в муску армония акционирует те, кто Argument. Очень важно, что вы знали, что вы знаете, что вы изучаете, что музыка преподает дубрикм, дуб, дуб, дуб. Что это очень ритмичная музыка, которая ритм очень хорошо слышит, афектирует и стимулирует кренул рептилиан, инстинкт лепатимии, агрессия. Влияет на первый слой рептилии, который есть в развитии мы видели. Это инстинкты, это агрессия. Дин неферичие, лаура актуала. Ничего. Дин неферичие. К несчастью. К несчастью. Лаура актуала, музика есть дун, дун, дун. В настоящее время мы видим, что больше всего именно такой музыки будет. Это агрессия. Эта агрессия, она влияет на нас. Пропала мелодия. В то время, когда жила моя мама музыка, поп-музыка, она была намного лучше в сравнении с нами. Дobra、 ты, типпы маленькие. Дайте я вам сплю песню. Применная и мама. A это мелодичная, да? Очень мелодичная, и конечно же папа и мама так смотрели. А сегодня вот эти ритмы, они звучат, это развращающая музыка, рабская музыка. И я сказал, что первый профессор в Моя профессор в консерватии. И я сказал, что первое профессор в Моя профессор в консерватии. В преподавательном консервации, а что и манцирная моя! Угу, профессор у меня спрашивали «Алина-на-на-на преподавательная говорила мне» в музика ритм, в музыке ритм, это будет как музыка в фильме. Как музыка в фильме? Да, а вы скажете, как музыка в фильме. В музыке в фильме не выходит специально, и не понимаешь имущества, и ничего не слышит. Эта видит в мире. Музыка, которую мы слышим в фильме, это не что-то специальное, она соединяется с изображением, со всем, что там происходит, и она проходит через нас, приятный. Если вы слышите музыка на фаре фильмов, она не нравится. Когда ты слышишь эту музыку, в ней фильмы, она не нравится. Ритм не нравится. Пусть будет ясно, ритм, он не на диаволе. Сердце. Ритм определенный. Дох выдох. Сердце. Дох выдох. Ритм есть во всем. Это не от дьявола. Но не слышишь это так? Такого мы не слышим, да? Ты еще? Ты еще? Ритм не дискрет. У музыки, у них дискрет. И окей? Дискрет. Фин. Да. Мягкий ритм, да? Мягкий ритм. Как и аккору, но не слышишь. Ты мне очень слышишь это ритм, но есть там. Да. Возьмем. Да. Учитаем. Да. Давайте мы прочитаем. Паруски. Некоторые звуковые структуры производят изменение фрекции частот аккуренцевых, а частот мозга производят состояние стрикатора, испорченного сознания. Смотрите, это американский научный журнал об этом говорит еще в 1973 году. В другой случай. Дэвид Тэйн, в «Сигл Пауэр Музик», Дэвид Тэйн. Возьмем. Возьмем эксперимент. Возьмем эксперимент. Возьмем эксперимент. В трёх различных помещениях изолированы. Возьмем везде он посадил фасоли, кабачки и так далее, цветы. Возьмем эминственную музыку МОЗАРД, В одной из семей он посадил музыку МОЗАРД, В другой, «Хард Рок», в другой, «Хард Рок», а в третьей, «Ничего». Это просто контрольное другое было. И это придет. И запаха, музыка, музика... И читай, какая говори. Вода и музыка. Вода и музыка. Результат. Результаты. Продон. Результаты. Продон. Амплес с флагами. Астана. И тратина. Моцарда, они выросли чуть-чуть больше и при колонке А там группы, где рок-музыка звучала, они отклонялись от колонки в конце концов, они умерли эти растения Потому что это физическое, потому что оно ударяет Ну, это было бы. Ну, это было бы. Ну, это было бы. Да, мы не можем, извините, Ром, Монсарт? Да, мы можем еще раз. Да, это было бы. В 2002 году, он был эксперимент на шеркале. В 2002 году, он эксперимент на шеркале. Что вы видели? Ну, это было бы. Нет. Нет. Это был деклараж. О, и это да. Музыка рок сделала собаки безумными, а классическая музыка это расслабление, спокойствие, тишина. В 1999 году такой же молодой человек сделал эксперимент, за который он получил медали. Это Дэвид Мерл, 16 лет, и он сделал такой эффект музыки на мышках. И он сделал следующий. Он сделал 72 ношенка мужского рода, все одинакового возраста, и все из одной семьи, все как бы братья, чтобы было генетическое единство. И что же сделал? И он сделал, чтобы они проходили через лабиринт, тоже лабиринт. Эм, не было ничего. И... Я уйта, что-то. И посмотрите. Мужчины, которые проходят три раза в неделю и только три раза в неделю, которые проходят 10 минут за 10 минут, после этого он разделил на 13, и создал три группы, группа Rock, группа Mozart и группа Control. И帶 10 минут по телефону. Действие 13. Все с чего они почтительны? И у меня были один раз. Скажите мне, в каком учителых говорит что-либо из группы, группы, в группы, которые помогут попробовать в быть совершенную проверку? И в каком голосе как-то? Д redistribute группы. Скажите, как вы ему получите результаты. Скажите. Что-то это делаете. Я посмотрю. Те, которые, ну они постоянно же проходили эти препятствия, и они уже за пять минут проходили, не за десять, а за пять. Они научились проходить через время, поэтому быстрее. Те, которые слушали музыку Мозерта, как вы думаете, насколько улучшили они свои результаты? Три. За три минуты. Ага, за полторы. Минуту с половиной, полторы минуты. Смотрите, что происходит с нашим мозгом. А теперь посмотрите те мышки, которые слушали хард-рот. Насколько у них улучшился результат? Субтитры писали. 30 минут! 30 минут! У меня нет! Обязательно! Это не только что вы можете было бы передавать, мониторами, в голове! Потому что вы можете видеть, куда можно вытащить, а неударами из головы! Сколько времени я хотел? Причьи. Мы еще дали 10 минут! Спасибо! Вот это что я писал «Умин Девит»! Вам сообщает? Да. Послушайте, что я читал, что я человек. Я сначала читал на романс, что я читаю? Музыка не только изменяя metabolизм, тонус мышц, давление правильное, пищеварение, дургия, дургия, дырание, дырание. Но может даже изменять что-то у нас сильнее чем какой-то стимулятор. Могреск айчи. Я здесь нечостановица. Пусть не трогай. Задавайте вопрос. Да. Можна ли использовать музыку как способ лечение? Эта книга называлась на немецком музыкальной терапии. Существует очень много исследований музыкальной терапии. Один из медиков, один из профессоров великих. Написал два тома, они у меня есть в электронной форме. Которые показывают физиологический, патологический эффект музыки на наш организм. Сигурка се тратит ази. Конечно. Можна используя кричение. Можна разума. Аккорды, которые Дэвид набирал, как он играл, восстанавливал баланс. Другой вопрос. Почему, когда лет 15 назад, может быть, слушал музыку, и через какой-то период, через 15 лет снова слышишь эту песню, и это как бы что-то грустное, печальное вспоминаешь. Может, и радостное. Что-то затрагивает струны какие-то. Я не знаю, случается рисование, но со мной это часто. Я спрашиваю, что Иисус махинует музыку, и во сне махинует музыку. Потому что махинует музыку. Потому что махинует музыку. Так махинует. И я не знаю, что это 20 лет. Распанс. Ответ. 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 Все то, что переживает человек, что он чувствует вкус, что он слышит, все, что проходит через нас, через сердце, через мозг, не стирается никогда. Поэтому у вас было внимание, обратите внимание на гигиену сердца вашей души. Потому что очень легко ты можешь принять в себя яд, все это, и ты плохое. И всю жизнь твою, оно будет отравлять твою жизнь. И я представил семинар анти-порнография, который будет завтра, после того, что вы видите здесь. А что это? Да? И лам презентат, в первую очередь, в форму лунг, в двух часов часов, на сердце, на сердце, на сердце, на сердце, на сердце. А когда я превозвратился в генеральной конференции, у меня специализации в адекции, вернулся медик, специалист по зависимости. Мы подружились. Мы подружились. Мы подружились. Он немножко в возрасте различил, в родине со мной. И он говорит, ты знаешь, я был зависим от порнографии. Мы подружились. Он говорит, что это, что это, что-то, что-то, что-то... И он говорит, что Господь меня подошел оттуда. Но я не стал сезаризмом. В 2001 году в Конгрессу Анонимного Анонима. И я сказал, что я не могу. Я привлекал в Конгресс Анонимный Анонимный Аноним. И попросили меня представить что-то перед анонимными алкоголиками. Вы знаете, что такое анонимный алкоголик? Знаете? Да. Это общество, в которой идут только алкоголики, которые хотят избавиться. И существует такой программ, где друг другу помогают. Да. И мы вместе помогаем друг другу, яйте и алкоголик. И сплетаем аноним, потому что я не знаю, что мне надо говорить. Я собакет. Ты ищица. Не говоря настоящего имена, представляется другим именем, анонимным. Искусственная женщина. Искусственная женщина. Очень сильная женщина. Искусственная женщина. Она открыла встречу. Искусственная женщина. Что такое у нас? Судья. Как алкоголика? И как алкоголика? И как воздерживается. Дорогие мои. Я знаю, что когда осталась алкоголиками, то она была в том, что она стала алкоголиками. И она всю жизнь остается алкоголичь. Не тот тип в позиции астракат, 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 астракат. Она всегда в этой позиции, чтобы упасть, но она воздерживается. И если однажды она ошибется, она снова туда, на дно обе. То, что происходит однажды в тебе, с тобой остается навсегда. Но здесь приходит Благодать Божия, Христа. Которые покрывают и ставят кое-что, чтобы забыть много вещей. Вопрос. 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 Почему мы используем музыку как стимулирующей? Да. Ага, не, же здесь. Можно ли использовать музыку как стимулирование при физических упражнениях? Попробуем, фрате, лебёв, сэритра гимнастикой ритмикой, да? Наверное, мой брат. То есть афитмической гимнастике? Да. Без других упражнений, да? Все смысл. Здесь дело не с ритмом. Не знаю, а не знаю, а не знаю, да. Гребля. Да. 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 Да, там есть четыре, восемь гребцов и один, им задают три, и он говорит, раз, два, три, давайте, вперед, вперед! Азовы? Вы видели такие соревнования, по-кре-пре-пре. Да, да. Эй, ашо целое, это ритм, в этот случай. Да, это ритм. 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 в том, что не будет неопературно музыка стрикат. Это не путь, но и стрикат. Поэтому нужно обратить внимание, чтобы не использовать испорчную музыку. Потому что, мне сказали, что ты знаешь, что сигару, никотина, или кофе, они имеют 14 эффектов очень позитивные. Например, говорят, ты знаешь, например, сигареты, кофе, у них есть 14 хороших эффектов. У них есть 4 хороших эффектов. У них есть 4 хороших эффектов. Давайте посмотрим на 2-е, а не только эти варианты и синхроны, которые не означают. Я думаю, что музыка ритмичная музыка в спорте это тоже модно. Когда они были маленькие спортивные, они не были музыки. Они были музыки. Они были маленькие. Да, раньше тоже были спортивные, спортивные, известные, но они без музыки занимались. А сейчас, почему есть музыка? У нас очень хороших эффектов. Я просто ей присутствие для меня. Это очень совет, так что может стать по музыке ритмичной музыкой? Ну, иззываются музыкой. что я буду работать. Я не знаю, но я только не знаю, что это для меня. Орбэн, знай. Продолжение, Последний вопрос. Да, брат Андрей хочет сказать, что только добавить. Есть четыре стороны, кто-то при формировании рефлексов. Мы должны вспомнить о формировании рефлексов. Когда мы делаем что-то, при этом, что-то делаем вместе, совместно, то есть рефлекс. Рефлексов се формирована тимпы 21 зимы. Этот рефлекс формируется в течение 21 дня. ДАкказы дези, тимпы 2 оры, если каждый день, фигуя савдень, ты думаешь, что это делаем, если это делаем один делаем, другим делаем, то рефлексы. Формируется рефлекс. Когда первое дело, которым ты занимаешься, не можешь делать без строя. И если ты объединяешь спорт с музыкой, ты можешь идти до такого момента, когда спорт, тебе ничего не будет приносить никакой пользы, как бы без музыки. И особенно без рейма. И, особенно без рейма. Поецаютếm свои желаемые! Моразонтик überhaupt не Simonen. У них показалось. Я принадлежиссер, и мы слушаем музыку. Да! Итак, для технических аплодисментов, мы пожелаем, что мы ждем, что мы ждем! В этом моменте мы будем паузать 15 минут, чтобы мы не размножим немного, чтобы мы взволновим, и чтобы мы пришли для нового семинара вместе с нашим Данил Кирилеаном. Да, друзья, после 15-минутного перерыва, когда вы сможете немножко отдохнуть, да, размяться, мы вернемся сюда, чтобы продолжить наши семинары, но уже с братом Кирилеаном. Спасибо. Пауза! 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 Пауза!